Вообще можно с минуты на минуту уехать в роддом. Проверка звука. А ты сеть рядом, здесь скажи. Все, начинаем. Привет, красотка! И сегодня я на канал пригласила своего мужа. Долгожданный гость. Привет, красотка. А ты знаешь, что ты очень давно, последний раз был у меня на канале? Когда в Шерланке? Нет, я не выставила. В твоем видео не пали. Мы снимали в Шерланке видео. Да, кстати. Год назад мы снимали вопрос-ответ, и я его просто не выставила. Уже полтора почти. Да. А до этого мы снимали, и я его выставила. И ты был у меня уже на канале. У нас какая тема? Тема. Сейчас будем определять. Очень много вопросов. Посмотреть-то можно? Да, так мы можем, знаешь, вместе, допустим, ты выбираешь вопрос следующий, я выбираю вопрос следующий, ты следующий, я. Денис, морально готов к появлению малыша? Готов. Все. Вот такие у нас будут вопросы просто. Не, ну вообще на самом деле как-то в последнее время, последние даже дни, когда уже понимаешь, что уже скоро-скоро-скоро мы встретимся с девочкой, как-то волнение появляется. Вот ты так мило говоришь. И прям чувствуешь, что что-то скоро изменится. Настанет трое. Все уже купили для малыша? Мне кажется, ну, да. Мне кажется, 150% уже купили. О, как Денис принял решение присутствовать на родах? Я не помню. Ты меня спросила? В смысле, ты не помнишь? Ты спросила, я вообще не знал, что здесь такое, наверное, да? Партнерские роды? Наверное, да. Ты говоришь, хочешь присутствовать? Ты вроде ради интереса спросила. Я сказал, конечно, хочу. Буду там спинку массировать. Мы вот недавно ходили к... На две лекции вообще. На две лекции, да. Где Дениса обучали, так сказать, тому, как он именно может мне помогать в родах. Потому что фактически, если ты присутствуешь на родах, то ты должен понимать все, что происходит и точно уж не мешать. В общем, там нужно попу массировать, нужно контролировать то, что врачи делают, дышать, говорить не забывать, показывать, как дышать. Потому что во время родов у женщины там вообще мозг странно работает. Он не странный, он просто отключает. Мозг должен отключиться. Хорошо, если он отключается, когда включаются наши какие-то древние инстинкты. Поэтому буду контролировать. Долго решались на ребенка. Мы вообще не решались на ребенка. Ну, то есть, мы просто давно достаточно приняли решение, что к этому... Мы просто ждали, пока Саша год зубы сделает. Спасибо большое. Потому что во время лечения нельзя там замечать вот это. Ну, и вообще-то свадьба, празднование свадьбы, потому что я тоже не хотела в платье быть с животом. Ну, как бы, это ничего такого страшного, но мне хотелось почему-то легкость. Я же не знала, что у меня не будет проблем там с беременностью вообще, не будет токсикоза, меня не будет тошнить. Денис, ответь, как Саша изменилась во время беременности. Саша, ответь, как Денис изменился во время беременности. Саша стала кругленькой в области животика. Стала более счастливая, стала больше читать. Прочитала, наверное, 25 плюс книг о беременности, не только. Стала еще красивее. Стала более заботливая такая, видимо. Готовится быть мамой. Входит в режим заботы. Поэтому мне перепадает больше. Ты нарабатываешь сейчас, короче, хорошие ответы, чтобы потом я тебе тоже хорошие сказала. Но на самом деле мне тоже о тебе много хорошего хочется сказать. Ну, а что? Что? Зазмущался. Во-первых, ты стал мыть посуду. Пылесосить, мыть. Ну, то есть, реально, это такие бытовые вещи. Мне это очень облегчает жизнь. То, что я знаю, что в любой момент могу Дениса попросить об этом. И это не будет, типа, ты женщина, ты должна делать это сама. Ну, то есть, что ты можешь прийти на помощь, готов прийти на помощь. И во время беременности уже, то есть, что будет после рождения ребенка, мне уже спокойно. Что я там не буду разрываться, мне не будет 25 рук, и здесь нужно сделать, и там, если что, могу попросить. Да, Денис? Более заботилась, да. 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 Я не могу, мне кажется, это слишком мило, чтобы на камеру вообще говорить. Ну, в общем, наверное, мы оба ощущаем, что скоро будет большая ответственность в жизни. Самая большая, наверное, реально. Больше ребенка ответственности в жизни. Ну, только два ребенка, а потом три ребенка, а потом четыре. И поэтому оба как-то стараемся, и это здорово. Хочешь пить? Оленька. Хочешь, ты полистай. А надо вопрос именно нам двоим или не обязательно? Можешь только тебе, только мне, что интересно. Сашуня, ты с детства питалась правильно или после того, как встретила Дениса? Не, ну ты подумай. А, ну вот здесь Денис им есть. Ой, знаете, это, кстати, такой интересный вопрос, потому что Денис очень сильно меня направил в этом вопросе. Я вообще не скажу, что я питалась правильно, и что я как-то следила за своим здоровьем, в принципе. Я за неделю могла поспать часов 7, то есть сон для меня был на последнем, наверное, месте. Вопрос-то про питание. А, извините, пожалуйста, да. Все про сон. Кстати, ты первый внес привычку то, что на ночь не нужно наедаться. Ну, то есть просто мы как начали жить вместе. Я помню, там, мне чего-нибудь хотелось, например, на ночь, а Денис просто этого не ел. Он говорит, ну мы же на ночь, зачем нам, типа? Ну, у него нет такой привычки, что там нужно чего-то похрумкать на ночь. Короче, раньше Саша, отвечаю, просто. Раньше Саша ела все подряд, теперь ест, правильно. Ну, не то, чтобы я к этому привел, но, видимо, с меня началось, а потом наоборот. Я даже сейчас думаю, блин, где вафельки, где еще что-то. Там только орешки, сухофрукты, по утрам кашки, все по фэншую, по вечерам овощи. Мы вообще можем с минуты на минуту уехать в дом. Прикольно, да, осознавать, что как бы не 35-я неделя, не 28-я какая-нибудь, а чисто 40-я. Как отреагировал Денис на то, что ты беременна? Ты тут рассказывала, да, уже? Да, это очень милая история, но посмотрите в видео. Хотите еще детей? Конечно. Штучка 7-8. А ты опять, я че-кошка? У нас был уже такой момент, год или полтора года назад, когда мы еще даже, мы только расписались, да? То есть мы еще даже свадьбу не отпраздновали, но мы расписались. Тоже был такой вопрос, сколько детей хотите, и Денис сказал 7-8. Так сказал? Да. А я сказала, я че-кошка. Планируете ли детей, если да, то сколько детей вы хотите? Ну, штук 15-16. Ну, как бы, я че, кошка? Знаете, как разочетесь дичья кружка? Как? Та вся в отпечатках от помады. Как вы проводите свободное время вместе? Мы очень много гуляем. Очень много, да, гуляем? Каждый день почти. Каждый день. По несколько часов. У нас сейчас последний, как-то, девятый месяц. Типа второй медовый, да, можно так сказать? Ну, что мы почаще балуем себя, в том плане, что куда-нибудь можем в заведение сходить. Поменьше поработать, потому что скоро будет вообще не до этого. И еще книгу стали читать про первые три месяца, как малыша успокоить. Просто там говорится, что первые три месяца, это как будто четвертый триместр. Да. Очень классная книжка, я могу ее оставить в описании. Тем, кому интересно, тема воспитания. Когда поженитесь? Спасибо. Добрый день. Классно. Чуть-чуть. Готова к родам? Страшно? Нет, мне не страшно. Мне спокойно. Мне интересно, что там, ну не что там будет, а как это пройдет именно у меня, но в плане вот именно страха, нет. Мне кажется, что мы готовы и все будет хорошо. Ну-ка скажи, когда Денис понял, что уже самое время делать предложение? Так ты скажи, что мне это сказать? Когда ты понял? Тричат. Кстати, это интересный вопрос. Мы начали в общем месте жить, смотрите, какое у меня правило. Мне кажется, всем подходит. Мы начали вместе жить. Что есть правило? Ну не то, что правило, это такое, ну многие люди так думают, я у них подсмотрел. И после того, как начинаете вместе жить, даете полгода, присматриваясь друг к другу, и если за полгода все хорошо, то можно делать предложение. Ты ко мне присматривался? Конечно. Я смотрел, каково вместе жить. А то одно дело там на расстоянии, что-то там переписываться, там приезжать, в другой город встречаться, а другое дело вместе жить. Поэтому, чтобы жизнь просто не пролетела, не закончилась, нужно, думаю, не тянуть с вопросом и предложением. Если полгода показали и тесты прошли успешно, то надо делать предложение. Только не ссылайтесь на это видео и не говорите своим парням, что пора делать предложение. Почему? Ну потому что это плохо, когда вы говорите мужчине что-то такое. Ну да, когда сравниваешь, да. Бегал ли Денис ночью за вкусненьким для женушки любимой? Нет, у меня не было таких пристрастий, но в случае чего, вот в этом плане Денис, опять же, был всегда готов. То есть, если я просто скажу, хочется мороженое, он такой, давай, схожу. Вчера, собственно, так было. Ну то есть, у меня нет такого, что, господи, купи мне мороженое, я сейчас тебя зарежу ножом. Но ты всегда был готов и до сих пор готов прийти. Да, готов. А вот Саша бегала мне за вкусненьким ночью, перед моим день рождения. Да, кстати. Она где-то в 3-4 ночи сбегала, купила каких-то продуктов, потом готовила до 6-7 утра или до 8, да? Я капкейки делала и поняла то, что у меня масла сливочного нету в 2 часа ночи. А мы обычно, ну реально, готовимся друг к другу для дня рождения, так сказать, вообще прямо хорошо. Не спим ночами. Квести всякие устраиваем по дому. Я что-то готовлю, Денис что-то покупает вкусненькое, например. И я поняла, что у меня масло резко закончилось, точнее не резко, его просто не было. И я пошла в круглосуточный магазин, а обратно возвращаться было страшно. Я вызвала такси, хотя это было 2 минуты от нашего дома. Уплывая. А я бегал только, получается, ночами в аптеку, когда у Саши зуб болел, помню. Да. Нужно было какие-то обезболивающие. Сколько вам лет? У меня 21, Денису 31. Черебас разница. Черебас? Что за телябинские фразы? Влияние корней. Как часто вы ругаетесь? Что вас... ой. Молодец, все сбросил, нафиг. Да как все? Так я хотел туда. И что сейчас делать? Ну, промотай просто куда-нибудь. Куда? Их же миллиард. А, кстати, был такой вопрос. Не расстроился ли Денис, это я в самом начале читала. Не расстроился ли Денис, что будет девочка, а не мальчик? Такая разница. Каждый ребенок это дар. Мне кажется, аморально. Как-то плюсы и минусы. Вообще, это реально аморально. То есть, это такая любовь должна быть к ребенку без условий. Она должна быть просто, потому что ребенок тебе дался. И вообще, по сути, узнавать пол можно не узнавать. В том плане, что это просто интересно скорее, да, узнать. А не потому, что убедиться, ой, мальчик, я так хотела мальчика, если девочка, то буду меньше любить. Это вообще очень, очень плохо влияет на ребенка на самом деле, потому что они все чувствуют. Ну да, мы узнали, чтобы уже по имени обращаться. Ну, потому что внутри малыш все слышит, понимает. Что такое ПП? ПП, правильное питание. Все понятно. А что это такое? Были ли вы на грани расставания? Нет, на грани расставания мы никогда не были. Мы были на крупных гранях ссоры. Это был первый год или первые полгода, наверное, даже когда мы уже прошел букетно-конфетный период. Ну, типа, знаете, все классно, все здорово. Начали приживаться. Познакомились, наверное, друг с другом именно вот, как это сказать, поглубже. Ну, то есть я поняла, какие у человека принципы в жизни, осознала их. Во время ссор, во время беременности вообще ни одной ссоры до не было. Никогда, да. Это ты меня бережешь так? Не знаю. Реально ни одной ссоры во время беременности. Кстати, по партнерским родам можно добавить. Тоже все говорят, что намного ближе становится. Когда мужчина видит, через что женщина проходит, начинает еще больше любить. У меня очень часто спрашивают насчет партнерских родов, что самый главный страх для женщины и для мужчины, что он увидит вот эту вот всю картину и потом как бы не будет женщину свою воспринимать, девушку, как любимую, так сказать. То есть он увидит вот эти вот процессы, которые ему не нужно видеть. Но тут такой момент, что мужчина стоит, ну, как бы обычно муж стоит у изголовья, да? Ну, то есть он не там, где акушер находится. Денис обидчивый, как вы миритесь, если поссорились? Обидчивая я, вспыльчивый Денис. Вот так. Быстро вспыхиваю, быстро остываю. Саша медленно вспыхивает, медленно остывает. Ну, наверное, ты первый, да, подходишь чаще. Ну, я тоже часто. Да потому что мы что-нибудь там лавами перекинемся, и я уже через 3 минуты не помню. Уже такой с новой какой-нибудь мыслью обращаюсь. А Саша такая сидит, такая еще там, еще 20, говорит, еще 20 минут. А потом помню еще все 3 года, как слон. Да. Я могу все припомнить вообще. Да. Сколько килограмм набрала во время беременности и как Денис отнесся к этому? Вообще, сколько мне кажется не набрала. Нет, конечно, я набрала 11 килограмм. У нас ребеночек столько весит? Нет. Там получается ребенок, ну, килограмма 3-400. Воды. Матка, которая увеличилась в 100 раз. Кровь, которая стала в 2 раза больше по сравнению с первым месяцем, например. Слушай, а крови в тебе стало больше или на 2 с двоих просто стало больше? Нет. Во мне, в моем организме, чтобы прокачать 2 сердца, чтобы прокачать 2 организма, у меня крови стало в 2 раз больше. И вот я на 9 месяце начала замечать, что у меня ноги все-таки отекают. Ну, то есть раньше я не замечала. Вот под конец я прям чувствую, что у меня пальчики как батоны такие. Разговаривает ли Денис с малышкой? Разговаривал. Я раньше даже сказки рассказывал. Да, каждую ночь. Почток, наверное, это чтобы потренироваться, получается, сказки рассказывать. Я, в общем, сам придумывал. Денис, да, на ходу придумал про всякие маленькие огурчики, помидорчики, которые справлялись с какой-нибудь там обязательно историей и выживали. Они были такими молодцами. Мне очень нравились сказки. То есть это был такой тест, я понял, что у меня, в принципе, сказки получается рассказывать. Тест пройден. Саша вкусно готовит? Очень вкусно. Сегодня ели кашу гречневую. Вкусно. Я с маслом, а Саша с молоком. Какие подробности? Я вообще думал, что все с маслом идут. А Саша думал, что все с молоком. А я с молоком и с маслом. А у тебя масло же есть? Конечно, как без масла кашу. Масло мне испортится. Короче, если вы едите только с молоком, то попробуйте только с маслом. Надо же мать чуть солененькое. Вот, а я не солю. Мне соленая гречневая каша, это как гарнир сосиски какой-то. Как добиться гармонии в отношениях. Что такое вообще гармония в отношениях? Для меня это когда вы понимаете, в общем, ладно у вас все между друг другом. Нету пропасти какой-то. Вы не просто сожители, а вы и партнеры, и друзья, и любовники. Ну, короче, много всего. Какое-то ментальное просто понимание того, что хочет твой человек. Ты хочешь для него что-то делать, отдавать, работать над отношениями. И, собственно, это приносит свои плоды в виде гармонии. А что для тебя гармония? Она попроще. Просто делать не ожидая взамен. Все. И тогда достигнешь гармонии, да? Ну, конечно. Когда, смотрите, вся проблема от наших ожиданий. Когда вы что-то там приготовили к своему парню, мужу, и думаете, сейчас он из-за этого вам что-нибудь тоже сделает, а он этого не делает, то вы такие расстроились. Потом начинаете уже не делать, потом говорит, почему ты не делаешь. Ну, и, короче, какая гармония. Когда ты делаешь, ты понимаешь, что твой человек единственный до конца, что это самая лучшая девушка женщина в свете. И делаешь для нее все. И не ждешь, что она тебе за то, что там пошел посуду помыл, начнет что-то еще делать там дополнительно. В этом и будет гармония. То есть, каждый начинает бескорыстно делать, не ожидая взамен. И формируется какая-то, естественно, гармония. Ты философ? Можно очки поправлю? Молодец. Ну все, будем завершать? Или еще хочется? Да давай завершать. Ну что, девочки, мы будем заканчивать видео. Очень надеемся, что вопросы были не только интересными, но и в чем-то полезными. Денис у нас философ, он очень мудро отвечает. Где-то прочитал. Если хотите Дениса видеть почаще, то пишите в комментарии. Дениса, как тебе Дениса в студию? Ты будешь из-за этого чаще сниматься? Ну я буду иногда, чтобы не надоедать. Потому что все время хотелось меня увидеть. Чтобы быть ценным гостем. Спасибо большое за ваши вопросы. Так, а нужно уйти за камеру там вообще? Да. Пойдем. А поцеловать? А-а-а. Нет, не меня. А кого? Ну я девочкам обычно говорю, что улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Пока. А теперь можно уходить. Ты это замедлишься. Да. Тихо-тихо-тихо. Субтитры сделал DimaTorzok